Они сказали мне, что евреи пьют кровь. Я была шокирована. Я больше не хотела быть еврейкой. Меня зовут Люда. Я родилась в еврейской семье, в семье бухарских евреев. Когда мне было 18 лет, мы собирались в Израиль, но были очень напуганы из-за войны и всего остального. Мы переживали из-за этого. У нас были родственники в Австрии, и они сказали, что нам, наверное, стоит направиться в другую страну. Мы прилетели в Новую Зеландию. Я нашла нескольких друзей христиан, и они пригласили меня на христианское изучение Библии. У меня были корыстные мотивы. Я думала, о, классно, я познакомлюсь с другими людьми и, возможно, с кем-то встречусь. Это было бы замечательно, но когда я пришла туда, я была по-настоящему впечатлена этой встречей. Это была домашняя группа. Я была поражена любовью, которая у них была друг к другу и их отношениями с Богом. Они также сказали, что мне нужно пригласить Иисуса в свою жизнь. Моя мама разозлилась из-за этого, и она начала по-настоящему воевать со мной. Она не хотела, чтобы я читала Библию. Потому она забрала все мои Библии и уничтожила их. Когда я задавалась вопросом о том, кто такой Иисус, я просто читала и находила различные стихи в Библии, которые говорили об Иисусе и пророческом голосе Бога. И одно из этих пророчеств – это 53 глава Исаии. И когда вы читаете ее, вы не можете не увидеть, что речь идет об Иисусе. Это действительно Иисус. Когда я пришла домой, я сказала, «Иисус, если ты Сын Божий и Мессия, войди в мою жизнь». И на следующий день я проснулась и почувствовала себя так, как будто стена, которая была между мной и Богом, исчезла. А затем со мной случилось что-то невероятное. Я шла по улице, и мне на ум пришли эти стихи. Я чувствовала, что Бог показывает мне что-то об Израиле. Я вернулась домой и нашла их. Открыв Библию, я нашла стихи из 31, 32 и 33 глав Иеремии о Божьей любви к Израилю, о том, что Бог возвратит Израиль, и весь Израиль спасется. И это так. Всю мою жизнь мне говорили, что быть евреем – это плохо. А затем я поверила в Бога, и это был один из первых принципов, которым Бог научил меня. Быть евреем – это нормально. Я действительно поняла, что Бог призывает меня в Иерусалим. Я закончила курсы подготовки акушерок в Англии, покинула Англию и отправилась в Израиль работать медсестрой в больнице Хадаса на Ар-Ха-Цуфим. Я была так рада. Бог пообещал кое-что и сказал, «Ты будешь жить в Иерусалиме». И вот я еду в Иерусалим. Второе обещание, которое Бог дал мне, связано с моей мамой. Я очень переживала. Я хотела, чтобы она поверила в Иисуса так же, как и я. Однажды она рассказала мне о том, что с ней произошло, когда она гуляла по дороге возле моря по одной стороне дороги. И она почувствовала, что Бог обращается к ней. Иисус говорит ей с другой стороны дороги, «Зоя, Зоя, переходи на мою сторону, потому что та сторона, по которой ты идешь, принесет тебе много проблем». Я спросила свою маму, «Ты сделала это?» Она ответила, «Нет». Я спросила, «Почему нет?» Она ответила, «Я не хотела». Ну, она пережила много неприятностей, много страданий, много проблем с здоровьем, много проблем с тем, как она воспринимала то, во что я верю. И я была с ней во время всех ее неприятностей. И когда она уверовала, прямо перед своей смертью, это было прекрасно. Это был долгий путь борьбы с Иисусом и борьбы с истиной. И он закончился тем, что она поверила в Иисус. И вот все эти обетования, которые Бог дал мне, они все исполнились. И это просто невероятно. Это жизнь полная радости, жизнь полная приключений. КОНЕЦ